Прежде всего стоит заметить, что господин Аблязов находился в списке людей, разыскиваемых Интерполом. А это не является постановлением об аресте. Это лишь уведомление, которое публикуется на сайте Интерпола для всех стран-участниц. И будучи членом Интерпола в соответствии с соглашением, государство обязано рассматривать данные уведомления. К сожалению, в реальности многие страны, включая Казахстан, очень часто злоупотребляют данными уведомлениями и используют их в качестве преследования оппозиционеров, защитников гражданских свобод и, в принципе, любых лиц, которые для них представляют угрозу. И это злоупотребление на самом деле является большой проблемой в системе Интерпола. Таким образом, если Франция, будучи членом Интерпола, видит, что на ее территории находится субъект розыска, она обязана как минимум расследовать ситуацию более подробно. Та ситуация, которую мы наблюдали в Италии, очень насторожила нас. Как вы знаете, жена господина Аблязова и его шестилетняя дочь были нелегально вывезены из Италии в Казахстан с прямым вмешательством посла Казахстана в Риме и генерального консула. И это мы узнали из отчетов полиции, которые были опубликованы после, и в которых говорилось об очень серьезном вмешательстве правительства Казахстана в этот процесс. Позже итальянское правительство признало, что следственные действия проходили с нарушениями, и закончилось все тем, что был отозван акт о выдаче госпожи Шалабаевой, что в данном случае уже являлось скорее символическим актом. Но, тем не менее, это было признанием того, что процесс проходил с нарушениями. И если это случилось в одной из стран Европейского Союза, то этот факт заставляет беспокоиться о повторении ситуации и в другой европейской стране. Поэтому мы особенно внимательно следим за делом Аблязова, его помощников и членов его семьи. У нас пока нет оснований полагать, что правительство Франции способствует в проведении каких-либо незаконных операций, как это случилось в Италии. И можно полагать, что сейчас следствие по делу экстрадиции господина Аблязова протекает в нормальном русле. Мы надеемся, что правительство Франции будет следовать букве закона, который был нарушен в Италии, и предоставит господину Аблязову честный судебный процесс, принимая во внимание не только то, что говорит правительство Украины. Как мы знаем, запрос поступил именно из этой страны. Мы также надеемся, что правительство Франции примет во внимание высокий риск того, что господин Аблязов может быть экстрадирован из Украины напрямую в Казахстан. Для нас очевидно, что правительство Казахстана выслеживает господина Аблязова, членов его семьи и помощников по всей Европе. Мы наблюдаем сейчас процесс Татьяны Параскевич в Чехии, которая тоже может быть экстрадирована в Украину, что очень схоже с ситуацией во Франции. Также идет процесс по делу охранника господина Аблязова Александра Павлова в Испании, который тоже может быть экстрадирован напрямую в Казахстан. Тот факт, что господин Аблязов и его помощники будут высланы далее в Казахстан, очень беспокоит международную амнистию, так как у нас есть документальные доказательства пыток и жестокого обращения в Казахстане. Мы также знаем о фактах проведения следствий с получением признательных показаний под пытками, поэтому у нас есть серьезные опасения по поводу экстрадиции любого из этих людей на территорию Казахстана. В отчете, который опубликовала международная амнистия в июне, зафиксированы факты близкого сотрудничества между правительствами Украины, России и республиками Центральной Азии, включая Казахстан, связаны с незаконной экстрадицией людей из России и Украины на территорию Центральной Азии. Поэтому, когда люди говорят, ну ничего страшного, он же будет выслан на территорию Украины или России, нужно понимать, что правительства этих стран тесно работают с Центрально-Азиатскими республиками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова